Я в телевидении, я еще раз повторяю, где особо власть там не вмешивалась, где она слишком не сидела там, вот, там, цензура или там лозунги, вот это, чтобы не было желательно, чтобы она не раздражала многих. Ну, я не говорю за всех, но у меня вот раздражает пустые лозунги, пустые такие непонятные рекламы, которые идут. Это очень неправильно. Мне кажется, в телевидении все должно быть правильно, и реклама в том числе, и позиция того телеканала. Телеканал мечты для меня, это когда новости там чищут, и в основном там действительно, где телешоу, где кино свое действительно достойно, где реклама присутствует хорошая, что с семьей, с детьми не стыдно смотреть было действительно. А сейчас, то есть, неконтролируемая. Сидишь с детьми сидеть или с родными сидеть и смотреть кино, как-то стало, как бы, этот, небезопасно где-то порой. Там такая реклама идет или такая, вот, сюжет идет, что аж куда спрятаться, не знаешь. Вот, мне кажется, над этим надо поработать в телевидении. Вот, телевидение должно быть свое. И мне кажется, в телевидении нельзя мешать телевизионщикам. Нельзя мешать, это мое мнение. Нельзя сильно мешаться, нельзя в этом плане. Хотя их тоже надо контролировать, я вообще их посчитаю. Это мое тоже мнение. Ну, когда у нас, вот, помните, 90-е годы, какая у нас была телевидение? И сейчас, конечно. Я сейчас из всех значимых телеканалов почти, при всем всем уважением, стараюсь не включать. Последнее время я только футбол смотрю или новости читаю, имею в виду, в котором меня интересует и все. Там международная политика, геополитика, в том числе Украина, как бы, да, и где я не находился в своей стране. Перепочитаю читать, что там случилось сегодня в Казахстане, что там случилось на правом. И в моем даже стране я не вижу того телевидения мечты. В моей стране тоже есть, к сожалению, такие каналы, которые, ну, слишком перестараются. Каждую минуту, каждую секунду напоминают, где ты, о чем ты. Ну, мне кажется, это порядка надоедает. Это мне пока надоедает, а вот остальные не знаю. Остальные, может, смотрят, может, они тоже так. Вот, в этом плане так. Ну, вот, чуть-чуть мне нравится европейский канал, вот, евроинвестный. Чисто новостной канал, хотя тоже там какие-то свои есть политические лозунги, есть свои цели, конечно, скрытные, да. Но большинство этих каналов есть и плюсы. Также мне нравятся наши каналы РЕН-ТВ тоже. Есть у них какие-то интересные передачи, где можно сидеть, смотреть и на часы не смотреть просто. Сколько времени просто. Интересные передачи есть. Интересные передачи есть и еще в некоторых каналах. Вот, ну, вот, НТВ когда-то был интересным, но сейчас столько там шоу, хотя шоу тоже хорошо, но слишком перешевываются они, мне кажется, и я уже не смотрел. При всем уважении этого канала, коллективу, конечно. Первый канал тоже где-то нравится. Историческую передачу стараюсь смотреть, которую Польша, Весель и так далее, которые безобидные, которые в этом плане. Вот, такое я душевное. Может, я не готов к телевидению нового формата, я признаю себя. Но то, что сейчас происходит телевидение, для меня оно как-то слишком... Не, я не говорю неприемлемо, но где-то есть слишком агрессивное присутствие.